Всем привет, друзья! С вами я, Отец-Одиночка, и по совместительству школьный учитель Нюкин. И как вы, ребята, помните, недавно на нашу семью было совершено покушение. Так, ну товарищи, не надо передо мной отчитываться каждые пять минут, просто ходите и патрулируйте, понятно? Просто патрулируйте. Так вот, ребята, на нас, на нашу семью было совершено покушение от маньяка, одного недобитого. И не то, что покушение, это была прямо спланированная операция по уничтожению нашей семьи. Очень крутая серия, посмотрите предыдущую серию обязательно, если не смотрели, а вам очень понравится. Блин, ну нам это совсем не понравилось, и поэтому, как видите, теперь у нас есть собственная охрана. Наш товарищ Ржаев все-таки пришел в себя и организовал нам вот такую систему защиты из своих заготовок для клонов. Помните, у него такие были? Вот, у нас с ним был очень неудачный опыт, просто в комментариях напишите, какой. Но теперь Ржаев с нас завернул, что они абсолютно безопасны для нас. Для маньяка это смертельная угроза, я во всяком случае так надеюсь. Поэтому мы маленько успокоились, потому что они реально очень жесткие. И теперь можем ходить тут даже без костюмов. Так, и что там, телефон вибрирует, ладно, пофиг. И ребята, мы только что вернулись из больницы. Да что там такое, сейчас почитаю. Что? СМС от сестры? Скоро буду, приготовь поесть. Чего? Прикиньте, кто помнит тетю Нику? Так, ну ты, понятно, не знаешь. Блин, это Ника, она пропала уже тысячу лет назад. Вроде как в прошлом году еще, да? Ни слуху, ни духу, ни новостей, ни св... Вообще даже не поздравила никого. И тут, приготовь, пожрать, прилетай. Нифига себе. Сестричка. Ну ладно, может что-то серьезное. Ты чё? Ты чего? Петя, а ну-ка давай лучше разбери на части наш, ну это, в сервиз. Чтобы сестричку встретить мою. Ну ладно, давайте встретим ее по-человечески. А там уже будем расспрашивать. Ну ни фига себе стол получился. Как будто Новый год. Да какой оденемся? Вот она нас предупредила, что приедет? Нет. Вот и мы тоже не будем особо. Так, чисто, что было, то наложили. Не надо вам переодеваться. Так, чё там, чё случилось? О-о-о-о, ни фига себе. А откуда снова эта машина? Нет, нет, это свои, свои. Чё, не узнаете, что ли? Блин. А что тебе надо было? Ковровую дорожку постелить, что ли? Блин. Ника, почему? Какого чёрта? Я вообще-то волнуюсь, переживаю. Ни звонков, ни смс, ни открыток. Всё, давай, заходи уже, пока я не выбесился. Могла бы и тянуть тебя нафиг. Всё, заходи. Блин, ну вы видели, да? Не обняла, ничего, не поцеловала. Сразу сходу претензии какие-то. Чё за сестра такая? Вот ваша сестра так может себя повезти, а? Что-то ненормальное. Так, Вика, ладно, мы маленько не с той ноги начали. Вот, мы, эм, давайте просто тут посидим, обсудим. Мало ли там у тебя что-то случилось. Может, реально тебе сейчас не до рассказов, не до расспросов. Всё, кушай. Все блюда, которые ты захочешь, мы тебе дадим. Даже подогреем. Чё говоришь? Пропасть в связи. А, ну да. Да-да-да. Всё, и поэтому давай наверстывать упущенное. Мы все внимательно слушаем. Что же случилось в Количинске? И где там Серёга? Он вообще живой, нет? Что-то от него тоже новостей никаких нету. Или как? А, Димон. Чего? Ника, я тебя на серьёзные вещи спрашиваю. Как там мой брат-то вообще? Как там красный? Красный, не кетчуп, а брат мой. Блин, Ника. Так, в холодильнике. И сходи, возьми там есть кетчуп и майонез. И мы тебя ждём, пока ты тут нам расскажешь. Ну чё стоишь? Так, слушаю, да. Как там, вы нашли этого какого-то Джонса или... Чего? Ржавец нет. Пусть сама идёт. В смысле, за кетчинезом? Так у нас есть и кетчуп, и майонез. Смешай просто. Чего? Так, а чего ещё ваше величество пожелает? Нифига себе. А губа не треснет, нет? Блин, она сейчас меня ещё и командует. Ё-моё. Нет, Ника, я никуда не пойду. Всё, давай. Ты либо рассказываешь, либо уходишь. Так, ты что, пожраешь, что ли, приехал, или как? Что? Да я ей что, прислуга, что ли? Ника, ты моя сестра, блин, а не хозяйка. Ладно, тогда вы со мной идёте. Да, всё, собирайтесь. Всё, Ника, ждите, ваше величество. Подождёте, не развалитесь, да? Сколько вы нам даёте? Секунд пять, десять, пятнадцать? С тобой? Знаешь что, Ника? На магазин я согласен так шибыть, но детей моих не трогай, поняла? Всё, дети, за мной. Всё, всё. Сами виноваты. Вот чё ей не сказали, а? Тётя Ника, тётя Ника, чё вы её так любите-то, а? Потому что у меня такая тачка, у меня не хуже. Пусть я не универсал. Так, где моя Бэха? Всё, едем в магазин. Сами напросились. Ну вот, ну вот, хватит мне уже уши жужжать, что круче. Моя круче. Вот чем она хуже, а? Блин, даже в машину сесть нормально не дали. Моя круче. И тут написано «папа». А тут чё написано? Чё-то вообще не на русском. Так что моя лучше. И вообще, она лучше не парковаться. Цвет красивее, голубой. Они просто белые. Белый скучный. Так что всё. Так, Стёпа. Ты сейчас знаешь что? Останешься без своего Форда. Вот так вот. Что будешь на мои жигули гнать. Я их люблю такими, какие они есть. Пускай они не казистые, зато вот мои вот такие. Всё, садимся и поехали уже. Мы тут 15 минут уже уехать не можем. Садимся, садимся. Так, Вика, а ты иди с сыном Стёпой в Форт. Вот он его так нахваливает, пусть там и сидит. Всё, поехали. Ой, ну куда рванули, что в магазине, что ли, никогда не были. Вот, ребята, мне сейчас вообще не до покупок. Я вот всё равно ещё больше даже разозлился. Вот почему вот эта сестра, вот я её люблю, я её ценю, а она мне не звонит там, уехала и не звонит. Вот как так можно не поздравить, ничего мне не сказать даже, вот не спросить, как дела, может нужна помощь там, не рассказать там, что там происходит в этом Калищинске, как там у них там с этим Джонсом, как там у них там с восстановлением. Что? Типа ты на чё это намекаешь? Что я ей тоже мог позвонить? А чё я первый-то? Это она уехала. Это она уехала. Я сюда первый помогал, Лиза, так же не надо мне тут говорить. Нет, мне тебя газировку покупать не буду, у нас дома есть. Всё, убери, убери. Хотя, может, я тоже виноват, а? Тоже, в принципе, мог бы как-то справляться, реально. Может, Лиза правду говорит? Как говорится, устами младенцем. Ладно, всё. Я считаю, что действительно, возможно, она тоже так про меня думает, что я ей не звоню, не спрашиваю, на помощь не приехал. Там же, типа, был мой брат в этом Калищинске. Вот чё я не поехал, а не помог? Могу поехать? Так что, Милкин, ты тоже виноват, всё. Как бы в этом магазине понял правду. Да. Ладно, дети, давайте купим ей киченеза этого. И это тоже купим. Ладно, всё, покупаем. Держи. Не понимаю, где ты это нашёл в этом магазине? А, это рыба? Понял. Так, интересно, тут патроны есть для моей... Да, наверное, нету. Всё, ладно, идёмте. Оплатим и быстрее извиняться перед моей сестрой. Извиняться будем вместе. Ну, вы же, пап, подержите, да? Фига. Стёпа дал Петя порулить? Ничего себе. Так, а чё это за звуки такие? Чё за звуки непонятные? Стоп. Эй, чё происходит тут? Чё происходит? Откуда такие звуки? Я чё-то не вижу. Что? Какого чёрта? Мика, что тут происходит? Эй, эй, поставь, ты что делаешь? Так чё, прицепили к вертолёту. Куда? Куда? Стоять! Отцепи, отцепи, живо отцепи. Так, кусачки сюда. Кусачки, дайте мне кусачки. Быстрее, быстрее, быстрее. Блин! Блин, Мика! Вы чё стоите? Чё вы стоите? Ну, отцепите это. Уроды! Уроды! Так, Мика, либо ты мне сейчас объясняешь, либо я сейчас беру РПГ. Ну-ка, живо объясняй. Чё это такое? Твоих рук дело? Ты почему стоишь и смотришь, как мои Жигу угоняют? Что? Нужнее? Я не понял. Это ты определяешь, что моя машина тебе нужнее? А ты не оборзела ли, сестричка? Ты не оборзела ли? Да какая тебе разница? Это мои машины, я сам определяю. Так, а ну Жига, возвращай мне машину. Возвращай мне машину. Зачем вообще моя Жига? Чего? Ты охренел? Так, куда? Куда? Стоять! Стоять! Так, я тебя никуда не отпускал. Эй! Куда ты собралась? Мика! Куда собралась? Блин! Куда поехала? Чё за мдая? Это чё такое? Так, ну что? Думаешь, ты скроешься от меня? Вот слов нету. Как это объяснять, а? Это что получается? Всё, 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 что было сегодня. Вся эта, её поездочка к нам, этот визит. Это чё, была подставка что ли? Типа для отвлечения глаз, чтобы мы уехали? Ну и что вы теперь скажете? А? Не у Ким виноват, что ли? Не у Ким виноват? Ну да. Что? Так, кто тут ляпнул? Что ей нужнее? Я посоветую этому варежку прикрыть! Сволочь. Ну, я ей покажу. Я ей покажу. Я согласен, Петя. Если бы я не был уже таким поражённым, я бы сейчас тоже рыдал. Эх, ладно, я чё-нибудь придумаю, ребята. С вами был я, отец-одиночка Нютим. Надеюсь, теперь вы поняли, почему я ненавижу свою сестру. Субтитры сделал DimaTorzok